Жена и дочь российского лётчика Константина Ярошенко увидит его на этой неделе после почти 8 лет разлуки. Мужчина отбывает наказание в США, его осудили на 20 лет тюрьмы, обвинив в контрабанде. Сомнительность этого приговора позже признала даже сама судья. Виктория и Екатерина Ярошенко прилетели в Нью-Йорк, чтобы навестить главу семейства. Подробности у нашего собственного корреспондента в США Валентина Богданова. Долгая дорога из Ростова-на-Дону в Нью-Йорк, которую проделала семья Константина Ярошенко, растянулась на дополнительные полтора часа. Лайнеру, прибывшему из Парижа в аэропорту Кеннеди, не сразу предоставили стоянку. Но и без этой проволочки последние месяцы почти 8-летней разлуки для жены и дочери российского лётчика были изматывающими. США тянули с визами и только вмешательство МИДа помогло ускорить процесс. На прилёте Викторию и Екатерину Ярошенко встречают сотрудники российского генконсульства. Здравствуйте, да. Здравствуйте, меня зовут Алексей Топовский, российский консуль. Давайте вас проводим. Из аэропорта в гостиницу, с которой тоже помогли наши дипломаты. Но кажется, будь такая возможность, Виктория прямо с чемоданом бы отправилась к воротам тюрьмы Данбери. Как устроили, как долетели? Отлично, всё хорошо. Проблем не было с таможнью. Константина Ярошенко арестовали в 2010-м в Либерии по подозрению в контрабанде наркотиков. Спецслужбы США тогда, вопреки международным конвенциям, фактически выкрали россиянина. Суд Нью-Йорка приговорил его к 20 годам лишения свободы. Не помогли ни апелляции, ни прошения о помиловании, которые Ярошенко отправлял даже Дональду Трампу. Так и не увидев сына, ушла из жизни его мать. В тюрьме россиянин потерял здоровье. На данный момент он сказал, что состояние такое же, как и было в Фордиксе. С желудком ничего не проходит. Обещали гастроэнтеролога, не дали. И сколько ждать его, ещё не знаю. Но, в общем, с зубами тоже плохо. Не оказывается никакой лечебной помощи. В конце июня этого года отбывавшего наказание в Нью-Джерси российского лётчика перевели в другую тюрьму после провокации, которую устроили заключённые. Злоумышленников, ударивших его по голове, так и не установили. Теперь Ярошенко содержится в штате Коннектикут. Но условия там оказались ещё хуже. Камера на 100 человек. Там у него всё-таки была двухместная камера. И территория была побольше. Можно было выйти куда-то уединиться. Тот же самый спортзал какой-то был, где можно было позаниматься. Здесь ничего такого подобного нет. И потом в этой тюрьме там, по-моему, около тысячи человек. Говорит, всего лишь 6 унитазов и 3 раковины. Сама понимаешь, как сложно с этим жить. С дочерью Екатериной Константин Ярошенко в последний раз виделся, когда она была подростком. Девушка, теперь она студентка таможенной академии, по просьбе отца купила ему российские журналы и собрала по друзьям письма. Ни таблетки, ни разносолы за американскую решётку передавать нельзя. Ты ему какой-то подарок везёшь? Подарок? Тебя. Свои успехи. Ну, когда хотелось бы много чего, хоть весь мир ему подарить. Но, увы, это пока невозможно. Все подарки дома ждут. Первое посещение Ярошенко намечено уже на эту пятницу. Викторию Екатерину за 160 километров от Нью-Йорка отвезёт сотрудник российского консульства. Мы запросили уже 12 встреч. Речь идёт о том, что тюрьма разрешает встречи с пятницы по понедельник. И с учётом сроков пребывания здесь Виктории Ярошенко с дочерью, то есть они смогут с Константином встретиться 12 раз, если всё благополучно завершится так, как мы на это рассчитываем. Сама Виктория с дочерью, конечно, не упустят ни единую из этих возможностей. Ведь неизвестно, когда им в следующий раз удастся проделать длинный путь через океан, чтобы увидеть мужа и отца. Валентин Богданов и Иван Уткин. Весть из Нью-Йорка.